Рада вас приветствовать, дорогие зрители моего канала! Сегодня я для вас подготовила вот такой простой в исполнении узор, который отлично подойдет для вязания свитеров, кардиганов. Также можно использовать для вязания шапок, а также можно связать плед. Раппорт узора составляет всего 7 петель и 8 рядов. Для поворотного вязания вам необходимо набрать количество петель кратное. 7 плюс 2 петли для симметрии, 2 кромочные. Для образца я набрала 11 петель, буду вязать 1 раппорт. Перед тем, как начинать вязать раппорт, нам необходимо провязать подготовительный ряд. Кромочную снимаю, не провязывая. Затем вяжем 2 лицевые. Это петли симметрии, а далее вяжем 5 изнаночных и 2 лицевые. В конце кромочной провязываем изнаночной. Подготовительный ряд провязали, а далее приступаем вязать раппорт. Итак, первый ряд узора. Кромочную снимаем, не провязывая. Затем вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, и 2 изнаночные в конце, это петли симметрии. И последнюю кромочную провязываем изнаночной. Второй ряд узора. И все четные ряды вяжем одинаково. 2 лицевые, это петли симметрии. Далее вяжем 5 изнаночных и 2 лицевые. В конце кромочную провязываем изнаночной. Провязали. Третий ряд узора. Кромочную снимаем не провязывая. Затем вяжем 5 изнаночных и 2 лицевые. В конце 2 изнаночные, это петли симметрии. И последнюю кромочную провязываем изнаночной. Готово! Четвертый ряд, как и все четные ряды, вяжем 2 лицевые, это петли симметрии, 5 изнаночных и 2 лицевые. В конце кромочную провязываем изнаночные. Пятый ряд узора. Кромочную снимаем. 2 изнаночные. 2 изнаночные. 1 изнаночные. 1 изнаночные. 2 лицевые. И в конце 2 изнаночные, это петли симметрии. И последнюю кромочную провязываем изнаночные. В шестой ряд, как и все четные ряды, вяжем одинаково. 2 лицевые, 5 изнаночных и в конце 2 лицевые. Седьмой ряд узора. Кромочную снимаем. Далее вяжем 2 изнаночных, 2 лицевые и 3 изнаночные. В конце 2 изнаночные, это петли симметрии. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. И последний ряд заключительный, восьмой, вяжем так, как и все четные ряды. 2 лицевые, это петли симметрии. Далее повторяем. 5 изнаночных и 2 лицевые. И последнюю кромочную провязываем изнаночных. Далее повторяем узор с первого ряда. Спасибо всем за внимание. Если был мой мастер-класс вам полезен, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok